Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Да, мы уже неоднократно обсуждали какие-то детали этого проекта в студии, а сегодня мы должны сказать о том, каковы итоги и перспективы развития этого проекта в будущем. В 2018 году было принято решение о реализации национального проекта образования, в который вошли различные федеральные проекты, и в том числе федеральный проект «Успех каждого ребенка». По аналогии с ним, в каждом субъекте России был разработан свой региональный проект. Таким образом, мы реализуем проект с 2019 года. И за три года, я бы сказала, что колоссальные задачи решены. Обновлена инфраструктура. Мы получили несколько грантов, несколько субсидий. На эти деньги созданы наши кванториумы в Дневиндомыске и в Михайловске. На эти деньги создан Центр цифрового образования, очень крутой, IT-куб тоже в городе Михайловске. Работает мобильный технопарк, который позволяет детям из сельской местности приобщиться к научно-техническому творчеству на самом высокотехнологичном оборудовании. Мы в рамках этого проекта каждый год ремонтируем спортивные залы в сельских школах. Это давний проект, но он вошел органично в успех каждого ребенка. И каждый год мы ремонтировали 26 спортивных залов и создавали 26 спортивных клубов в сельских территориях. Это о том, что было и какова предыстория. Самое главное, что я хочу сказать, что этот проект позволяет на самом деле почувствовать себя успешным каждого ребенка. А Юрий Николаевич, что-нибудь дополните по этому вопросу. В рамках этого проекта успех каждого ребенка внедряется на Ставрополье целевая модель развития системы дополнительного образования, которая подразумевает создание организационно-юридической, методической, финансовой поддержки. И в рамках этой поддержки создан региональный модельный центр, который курирует данные направления и в том числе навигатор дополнительного образования. Региональный модельный центр и сам проект успех каждого ребенка запущен в 2020 году. И за это время есть, конечно, определенные результаты, о которых хотелось бы сегодня сообщить. Да, обязательно еще об этом поговорим. Давайте подробнее перейдем к вопросу организаций, которые работают в рамках данной программы. Что это за учреждения такие у нас на Ставрополе? На самом деле идея такова. Мы должны повысить доступность и качество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных организациях всех типов. То есть система выстраивается, начиная с дошкольного образования в детских садах. Это школы. Сюда присоединяются организации профессионального образования в части реализации проекта «Билет в будущее», в части ранней профориентации детей, которая тоже подразумевается в рамках задач успеха. Сюда присоединяются вузы в обязательном порядке, которые расположены на территории края. И однозначно реальный сектор экономики, потому что главная задача – это детей подготовить так, чтобы они были полезны обществу, полезны Ставропольскому краю. И остались здесь, и работали здесь, и приносили ему пользу. Несколько слов буквально. Юрий Николаевич упомянул о целевой модели. Ой, извините, давайте, наверное, вернусь к организациям, вы спросили. То есть мы вовлекаем абсолютно все организации. Сегодня не мыслится дополнительное образование без единства с общим образованием. Тому подтверждение – это открытие на базе школ, сельских школ пока в крае, точек роста так называемых. Там, где можно заниматься, естественно, научным циклом, гуманитарным циклом и научно-техническим. Эти точки роста – это как бы структурные подразделения школ, которые реализуют дополнительные общие образовательные программы. И они идут в помощь образовательному циклу. То есть циклу гуманитарных, естественно, научных, точных дисциплин. Кроме того, как бы такими кураторами, методическими центрами в рамках успеха выступают наши пять государственных организаций дополнительного образования. Это Центр поиск, несомненно, да, в первую очередь, который курирует работу с одаренными детьми. И на его базе созданы все эти сущности, о которых я говорила, эти кубы, кванториум, мобильные технопарки. Это Краевой Центр Творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина, художественная направленность, социально-гуманитарная направленность. Это Краевой Центр Экологии, уже само за себя говорит, естественно, научная направленность, туристокраеведческая направленность на образование детей реализуется при помощи этого центра. Это спортивная краевая школа, которая очень нам помогает в массовых мероприятиях, физкультурных, значимых. И это Центр Машок, который расположен в городе Пятигорске, он закрывает патриотическую направленность. Вот пять организаций, ну и дальше пошли уже муниципальные организации по отрасли образования, спортивные школы по отрасли физкультуры и спорт, музыкальные школы, школы художественные. То есть все это вовлекается в единую систему. Но на данный момент, получается, просто общеобразовательной программы в школах, ее недостаточно. И вот привлекается, то есть вот таким образом дети, они не устают, дети? Как по опытам вот уже. В чем как бы фишка, как говорят дети дополнительного образования, то, что оно на добровольных началах. Там ребенок занимается тем, что ему интересно. И получается задача, допустим, там уже у детского сада увидеть какие-то интересы ребенка, подхватить их, на уроке дать базу хорошую, крепкую, а уже все дополнительное облечь в интересную форму в системе дополнительного образования. Как говорил Гёте, наше желание – предвестники наших возможностей. И наша задача – детям эту возможность предоставить. Во всех направлениях. Вот как родителю не ошибиться, куда отдать? Или надо вот как? Как родителю? Ну, я думаю, понаблюдать за своим детенышем в первую очередь. Да, попробовали, рисует он. Собирает он лего, конечно. И определиться уже. Ну вот я хочу сказать сразу, уже подвести, как родителю определиться. Это, во-первых, исходя из интересов ребенка. Спросить у него, спросить у воспитателя в детском саду, в школе у учителя, к чему его тянет. И попробовать ребенка определить систему дополнительного образования через платформу «Навигатор». Я попрошу Юрия Николаевича более подробно именно о «Навигаторе» рассказать. Хорошо? Да, давайте поговорим. Спасибо. И я в продолжении этого обсуждения хотел бы добавить, что через «Навигатор» родители может увидеть потребности. Да, потребности в изучении каких-либо навыков. То есть определение той траектории, куда ребенок может попасть и получить соответствующее знание, навыки. В «Навигаторе» есть раздел «Отзывы для родителей» и «Анкеты». И вот с помощью этих сервисов, этих ресурсов можно определить, ребенок способен записаться на ту или иную программу. Ему удобно выбрать технические программы, либо коммунитарные, либо туристско-краеведческие и так далее. Сейчас в «Навигаторе» аккумулируется порядка 18 тысяч программ и реализует порядка 1600 организаций разных типов, о которых Ольга Николаевна говорила. Буквально год назад у нас были скромные цифры. Мы начинали со 100 организаций всего, было около 1000 программ. И вот сейчас проделана такая работа для того, чтобы была действительно организована доступность из разных уголков Ставропольского края, сельской местности, городской местности. Посредством «Навигатора» организовывалась запись на те или иные дополнительные общеобразовательные программы. То есть это достаточно мощный ресурс, который аккумулирует вот эти детские траектории, траектории успеха каждого ребенка. На самом деле это действительно так. И я как родитель и пользователь вашего «Навигатора» хочу подтвердить, что мне действительно удалось записать своих детей с помощью вашей платформы и программы на дополнительные кружки, на дополнительное образование. Если позволите, я добавлю, «Навигатор» – это одна из трех важнейших составляющих целевой модели развития дополнительного образования в регионах. Вот мы получили субсидию Министерства просвещения на реализацию этой модели, внедрение ее в 2023 году. Но опережая события, понимая, насколько серьезное преобразование влечет за собой внедрение этой модели, мы с 2020 года, вот уже, Юрий Николаевич, открыли региональный модельный центр, наладили работу «Навигатора». И вот кроме «Навигатора», который аккумулирует себе все эти изменения технические, еще идея перехода на персонифицированное финансирование и реализуется идея перехода на персонифицированный учет детей. Учет детей тоже через «Навигатор» все это осуществляется. Учет детей персонифицированного позволяет понимать, сколько реально ребят у нас занимаются в системе. Потому что раньше мы считали, один ребенок занимается в музыкальной школе, занимается спортом и где-то еще ходит, допустим, в спортом. В отдельной спортивной школе, ну там, в станции юных техников. И мы везде его посчитали. И у нас были немножко дутые цифры. В каком плане дутые? Они реальные. Но один ребенок учитывался много раз. «Навигатор» позволяет сделать это единожды. Единожды заносятся в систему данные о ребенке, и они там сохраняются. Персонифицированное финансирование – это вообще ноу-хау. И, собственно говоря, цель самих преобразований – это повышение доступности и качества дополнительного образования через изменение принципа бюджетного финансирования дополнительного образования детей. Мы, опять-таки, в пилотном режиме в прошлом году эту идею стали реализовывать в восьми территориях. Юрий Николаевич сейчас назовет, да? А в этом году к ним подключаются еще семь территорий края. В 2023 году весь край переходит на персонифицированное финансирование дополнительного образования. В том числе и частные организации, в том числе и муниципальные по всем отраслям – спорт, наука, культура. И получается, что 25% детей, которые занимаются в системе доп. образования, будут делать это через сертификат, который обеспечен денежным номиналом. Расскажите, пожалуйста, про этот сертификат. Что он из себя представляет? Для родителя получить данный сертификат. Во-первых, мы говорили о том, что навигатор объединяет все ресурсы. За программами это и кадры, это педагоги, это преподаватели, которые реализуют те или иные программы. И в навигаторе аккумулируются только те организации, которые имеют лицензию на дополнительное образование детей. Не секрет, что в информационном пространстве есть блогеры, коучеры, которые в рамках своих потребностей реализуют те или иные кружки, так сказать. В навигаторе здесь будут выверенные программы, которые проходят общественную экспертизу. И после прохождения независимой оценки качества общественной экспертизы выдается сертификат. Это некая реестровая запись, которая гарантирует для родителя получение качественного образования в системе дополнительного образования. Сертификат дополнительного образования, он условно делится на две сущности. То есть сертификат учета, который считает детей в системе, независимо от отраслевой принадлежности. У нас есть программы отрасли образования, отрасли культуры, отрасли спорта. И здесь важно посчитать один раз ребенка, если он посещает программы данных указанных отраслей. Есть сертификат с номиналом, который как раз дает возможность использовать новые механизмы, когда деньги идут за учеником, за ребенком. И здесь возникает конкуренция. В чем она заключается? В хорошем смысле конкуренция появляется помимо социально-массовых программ, конкурентные программы, востребованные, самые лучшие. Они попадают в реестр рассертифицированных программ, и после этого выдается сертификат с номиналом. Родитель может использовать тот номинал, который будет на сертификате, в той программе, которая прошла соответствующие процедуры оценки качества и общественной экспертизы. Да, учреждения туда входят не только государственные, но и частные. Да, не только. Здесь доступ к этим процедурам открыт всем организациям. И на самом деле это хорошо. Почему? Потому что помимо конкурентных механизмов, нам важно создать условия, которые обеспечивают доступность детей в системе дополнительного образования, например, сельской местности, для детей с УВЗ, для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И тогда нам нужно создавать так называемые сетевые формы организации этого процесса. В чем заключается сетевое взаимодействие? Когда, допустим, школе или организации дополнительного образования требуются ресурсы. А ресурсы есть у частной организации. Есть в организации реального сектора экономики, есть в научной организации, общественной организации. И посредством соглашения происходит так называемое сетевое взаимодействие, и ребенок попадает уже в другую комфортную среду. Получает соответствующее знание и получает навыки в той организации, где есть материально-технические условия. Либо наоборот, есть организации, которые обладают кадровым потенциалом. И тогда школа или организация дополнительного образования заключает соглашение с научной организацией, с УВЗом, с колледжем, где есть кадровый потенциал, необходимый кадровый потенциал. И здесь происходит также обмен ресурсами. Ребенку, мы полагаем, будет комфортно, когда он получает ресурсы из таких организаций, коллег, которые преподают в высшей школе, в профессиональных организациях. Конечно, это хорошо всегда, когда происходит взаимодействие, обмен опытом, и нет каких-то рамок, что этих отделяем, а этих... Да, это замечательно. Какие задачи, в принципе, ставит перед собой проект «Успех каждого ребенка» перед системой образования? Задачи у нас такие амбициозные достаточно. Самая главная задача, вернее, она является показателем проекта, это увеличение доли детей от 5 до 18 лет, которые вовлечены в систему дополнительного образования. Вот в этом году мы закрыли 72%, да, по итогам 72% наших детей занимают в системе дополнительного образования. Это много, это на самом деле не дутые цифры, это цифры через навигатор. К 2024 году это число должно составить 75%, но мы понимаем, что 75% это не все дети, что остается 25-30% детей, которые не вовлечены в систему дополнительного образования. А вот это от кого зависит? От родителя прежде всего или... Знаете, во-первых, тут все в совокупности должно сработать. Тут должны сработать наши усилия по развитию инфраструктуры, по подготовке кадров, которые будут с этими детьми работать. И, конечно же, родители, которых мы призываем, чтобы они регистрировались в навигаторе, не боялись, очень много вопросов поступают, а персональные данные, а вдруг куда-то ребенка нет, у нас все защищено, у нас каналы связи специальные подобраны, все это очень контролируется, персональные данные хранятся очень бережно. Поэтому мы даем возможность родителям выбрать, где заниматься ребенку, создаем, в свою очередь, инфраструктуру. В следующем году у нас, в 23-м, создается, напомню, центр по типу «Сириус», через который в год должны будут проходить 5% от указанного количества, 200 тысяч наших детей от 5 до 18 лет через программы «Сириуса». В следующем году мы внедряем целевую модель, на это тоже ресурсы выделяются на усиление мат-базы. В следующем же году мы ремонтируем спортивные залы точно так же. В 24-м году мы выиграли грант просвещения на создание 370 новых мест в системе дополнительного образования. Мы эти места видим в наиболее востребованных направлениях дополнительного образования. Это в естественном научном творчестве, в техническом творчестве и в туристско-краеведческом, что для нашего края очень у нас кабин воды, горы, озера, реки, где можно путешествовать. Да, внутренний туризм очень актуален. Поэтому вот задачи у нас такие. А что касается детей, которые вне охвата, ну, конечно, мы все усилия направим на то, чтобы их вовлечь. Потому что чем больше ребенок занят, чем больше ему интересен, чем он счастлив, тем меньше он шалит. И тем более, тем меньше мы будем переживать по поводу того, что он какую-то историю... Чтобы у него меньше было свободного времени на какие-то, да? Ну, как бы и эта задача, и чтобы у него... Ну, я имею в виду на глупости. Да, глупости свободного времени. Из технической точки зрения у нас организована интеграция навигатора с порталом государственных услуг. И в этом году мы будем проводить ряд информационных кампаний для родителей, в первую очередь, для педагогов. И покажем возможность, как регистрироваться средствами госуслуг на программе дополнительного образования. Минуя навигатор. То есть возможность открывается со всех сторон. И через портал госуслуг, и непосредственно через навигатор. И можно прийти в любую организацию, которая осуществляет дополнительное образование. По старинке на бумажке. И записаться на ту или иную программу. И я еще добавлю, что еще одна из задач, которая перед нами стоит, это, конечно, создание условий доступности для детей-инвалидов. И создание адаптированных программ. Вот сегодня буквально было совещание с Министерством просвещения России, на котором сказали, что профильный федеральный центр разработает 50 адаптированных программ по разным направленностям доп. образования именно для работы детьми-инвалидами. Скажите, вот на данный момент реализовано ли то, что в каждой школе, или это только планируется, и в каждом детском саду есть возможность оставаться после основных уроков и дополнительно иметь возможность заниматься? В большинстве школ, садов и профобразования края да, такая возможность есть. Другой вопрос, вот Юрий Николаевич уже говорил, у меня есть отличный спортивный зал и очень такое мощное снаряжение, но нету преподавателя, который пришел бы и с детьми баскетболом занимался. И вот здесь сетевое взаимодействие, я тут же иду в спортивную школу рядышком или обращаюсь в комитет по спорту и говорю, ну дайте мне, пожалуйста, договор с вами заключим. Ваш педагог, мои дети, давайте работать. То есть очень много должно сыграть таких вот пазлов, лечь в одну систему. Но я тоже почему спрашиваю, потому что в нашем же детском саду и в нашей же школе оно есть. И на навигаторе оно присутствует? У меня было вот интересно, есть ли еще не охваченные территории? Ну, основные условия – это получение лицензии. Если ты получил лицензию, это означает, что у тебя созданы какие-то, да, допустим, там, ну, инфраструктурные условия, что у тебя есть кадры, и у тебя есть возможность и потребность у детей, и вы можете их закрывать на месте. Да, это один из самых важных моментов. Да, самое главное – развитие тех условий, которые созданы в крае. Приведу маленькую цифру из статистики. У нас в школах созданы точки роста, которые реализуют программы по технической и естественно-научной направленности. Так вот, мы посмотрели, сколько детей из сельской местности посещают данные организации. И выяснилось, что детей по технической направленности в сельской местности больше, чем детей из городской местности, которые посещают программы технической направленности. То есть условия, они работают. Вот. Таким образом, сейчас условия будут созданы в сетевой форме, и произойдет как раз обмен ресурсами и материально-техническими, и кадровыми между организациями и участниками этого процесса внедрения целевой модели. Важный вопрос для родителей, для наших телезрителей. Куда обращаться для записи ребенка вот в эти кружки и секции? Ну, для понимания родителей, сейчас Юрий Николаевич расскажет структуру, которая выстроена на уровне края, и которая под собой имеет множество различных таких опорных центров, где могут помочь родителям. Юрий Николаевич, да? Помимо технических сервисов в крае выстраивается организационно-управленческая сеть, в которую входят региональные модельные центры дополнительного образования детей и муниципальные опорные центры. Они развернуты практически в каждом муниципалитете, и они создают условия методические, технические, юридические, консультационные для родителей, для педагогов, для детей, которые обращаются непосредственно в эти центры. Муниципальный опорный центр – это некий МФЦ, который примет заявку, обработает и подскажет, куда записаться и на какую программу. В общем, обращайте внимание, уважаемые родители, на сайт Министерства образования, на сайт регионального модельного центра, на сайтах школы. Мы сейчас просим все школы, чтобы они разместили информационные материалы. Мы сейчас будем этим заниматься очень активно, компанию такую вести, проследительскую материалы для родителей специально. И на сайты органов управления образованием тех районов, в которых вы проживаете. Ну и вот сам по себе навигатор. Просто навигатор.рф. Как? Скажите нам, что мы... Адрес в интернете. Очень простой. R26.navigaor.dete. Ну и в принципе просто можно ввести навигатор дополнительного образования Ставропольский край, и мы обязательно туда попадем. Ну что ж, спасибо большое за такую интересную и доступную информацию. Всегда рада видеть вас в нашей студии. Ну и реализации, конечно, ваших планов на 2022 год. Спасибо. Спасибо. Что ж, говорили сегодня действительно о важном, о дополнительном образовании. Проект обсуждали успех каждого ребенка. В гостях у нас была Ольга Морозова и Юрий Сергеев. Ну а вы, уважаемые телезрители, берегите себя, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин